Девушки отдыхают Девушки отдыхают В конце 41-го года, в декабре, Красная Армия проводит в Сирии успешный контрнаступлений Немцев отбрасывают от Москвы, наша армия освобождает Тихвин и освобождает Ростов-на-Дону В связи с этим, в январе 42-го года Ставка Верховного главнокомандования Советского Союза Отдает приказ на проведение Сирии стратегических наступлений, которые должны нанести сокрушительное поражение противнику И завершить блокаду Ленинграда В январе 42-го вторая ударная армия начинает свое наступление от Мясного гора Ее задача перерезать все пути снабжения немецкой группировки под Ленинградом, окружить ее и разгромить Но сложности местности, проблемы с подвозом боеприпасов и продовольствия Недостаточно счастливое планирование приводит к тому, что весной 42-го сама 2-я ударная армия, которая должна спасти Ленинград Оказывается в кольце окружения, здесь, в районе Тезова-Нитыльского, Мясного гора И ее теперь саму необходимо спасать Сил у наших войск внутри котла уже недостаточно И вы можете видеть, что мы находимся на станции узкоколейной дороги в Мини-Влуг И можете видеть, что здесь прибывает отделение немецкого Красного Креста и пехота СС Вы можете отличить их от обычного вермахта по пятнистому камуфляжу В вермахте он появляется только в 43-м году СС это были элитные части нацисты Германии, это были убежденные нацисты И их снабжали гораздо лучше, чем вермахт То есть вы можете видеть, что здесь немцев убывает выполнение Пересменка То есть часть немцев убывает со станции И на смену реку до свежее отдохнувшего выполнения То есть наша вторая дарная армия находится в качестве Лемцы его держат замкнутым И сейчас мы с вами увидим попытки наших войск Томический коридор как из-под конца окружения, так и с наружка Для того, чтобы вывести из окружения В прошлом осталось и второй раз Дело в том, что, конечно, Новгородская область Нижняя Новгородская область, тогда Лембранская область На начало Великой Отечественной была гораздо более плотно населена Здесь было много деревень, которые сгорели во время войны Вели бы уничтоженные нацистами в ходе оккупации И поэтому на начало нашего плотного наступления на январь 42-го И на мае 42-го года здесь, вокруг кольца окружения Осталось много гражданского населения Которая, вот точно так же, как и короля Владной армии Искрынула огромные проблемы в продовольстве Опять же, вы можете видеть, на какой местности в Мороженстве есть Кто приезл сюда из Новгорода, из Санкт-Петербурга, из Москвы, изнутри городов Вы видели, что место здесь очень заполошенное И зима со следом в 42-го была очень снежная И поэтому, конечно, всю весну люди проверили в воде Когда след начал праять Вторая ударная зашла в прорыв еще в январе 42-го года В зимней форме, то есть валенках, полушубках, шапках и шанках И когда она попала в ружье На поле боя сегодня увидите бойцов, которые одеты в зимнюю форму Красной армии А у немцев в это время произошла перестинка На станции, вы можете видеть, что у немцев есть бронетранспортер Два мотоцикла с колясками и леткий зенитный автомат Карико 20 миллиметров Такие позиции у немцев на станции Офицер СС выстроил пополнение И произвел перед ними речь Также вы можете видеть, левее самой станции Вы можете видеть могилы немецких солдат И также вы можете видеть надпись, которую немцы здесь поставили Ну, она стояла не совсем здесь Она была в реальнице на московском шоссе На немецком облакате написано Здесь начинается зад мира Они считали, что на самом деле это не самое лучшее место для ведения боевых действий Действительно, мало дорог, густой лес, не очень много коммуникаций Поэтому здесь боевые действия были тяжелыми для обеих сторон Поэтому немцы, собственно, и поставили такой плакат Которым официализовали особенности театра военных действий Мы можем видеть, что на станции затишье То есть пока немцы спокойно, расположенно отдыхают Но вы можете видеть, что за деревьями начинается движение Вы можете видеть, что мелькает уже зеленая форма И трястят зеленые каски бойцов Красной Армии То есть очевидно, сейчас наши бойцы пойдут в атаку Немцы пока ничего не смекают Просто потому, что нет никакой подготовки с советской стороны То есть очевидно, наши решили взять немцев неожиданностью То есть не начали артиллерийской подготовки Также вы можете видеть, что слева Слева направо по полю боя грызется наш легкий танк Т-60 Это танк военного времени Танк, который был разработан нашим советским конструктором Аскровым За две недели С момента получения задачи разработать танк Из автомобильных агрегатов на Горьковском автозаводе До начала изготовления первой машины прошло две недели То есть, конечно, танк слабый У него двигатель от грузовика Очень много других автомобильных агрегатов Стоит более шефраня, противосуяная Пушка от самолета автоматическая 20 мм Ну, собственно, такая же, как у немецкого зенитного автомата То есть, конечно, танк слабый Но это лучше, чем всего Собоимся видеть, что танк открывает огонь Танк остановился И можете видеть, что немцы опускают вверх на оружие Для перебива под спорт И, собственно, проверной силы Этой пушки было достаточно для того, чтобы С какой-то степени шли строя Начинается целеведческая подготовка И немцам удается подпить И там, естественно, сразу, опять же, броня у этого танка Неважительно для попадания снарядов Она включает только от пуль на скорку Танк остановлен, вывезен из строя Но, безусловно, наши боицы продолжают оттанк Немцы выпускают с моей единицы в границах И в границах парсиона Здесь машина 250 Открывает огонь из полета Вы можете видеть, что Огонь из строя И единственная подготовка Танк остановился В границах парсиона И в границах парсиона Решают Суспыту на символ Наши отходят за канаву и залегают Немецкий офицер СС отдаёт команду свистком Это действительно такое было и в красной армии И в немецкой армии того времени Офицер мог отдавать команду не только голосом, но и свистком Как судья на футбольном голе Наши отошли с позиции немцев у станции вскрыты Уже наши увидели, что у немцев за станцией стоит БТС и стоит зенитка 20 мм То есть очевидно, что немцы пытаются продвинуться вперёд Подошли к нашему подбитому станку Но тоже пытаются идти вперёд И можете видеть, что начинается огневой бой Огневой бой это когда ни одна из сторон не движется То есть обе стороны залегли и просто перестреливаются Немецкий офицер видит, что попытки контратаковать наши всходы бесперспективны И командует уже голосом и жестами, руками отходить обратно к станции Но вы можете видеть, что атака наша шла с одного направления Здесь, собственно, наши могут атаковать и снаружи кольца, и изнутри То есть очевидно, вот эта попытка пробиться изнутри кольца была предпринята без подготовки Не только из-за того, что пытались немцев взять в просклов Но из-за того, что, в общем-то, наши бойцы внутри котла уже много недель испытывают недоступные припасы Но, тем не менее, наши вызывают архивы То есть можете видеть, что начинается плотный огонь в силе по немецким полициям Достаточно плотные идут разрывы Поэтому все операции связались с нашими бойцами снаружи котла Где детства, что боеприпасов нет Вы можете видеть, что станцию накрывают Опять же, дают снаряды небольшой недолет Но загорается одно искроение на станции Немцы залегли Не очень понятно, вы выведены ли искрои их зениткой или нет Но бронетранспортование более цел Вот, если вы можете видеть, снайд начинается по три, по четыре То есть эта батарея ведет огонь Четыре орудия одновременно выстреливают и залпом падают также и снаряды Немцы Пока вроде не накрыты Сигнал к атаке Ракета В связи наших боевых порядков То есть для подачи сигналов на поле боя И голос И ракеты Так, чтобы была красная ракета, зеленая ракета То есть наши внутри кольца окружение сигнализируют нашим о том, что необходимо Да, то есть посигнал к атаке путан на этот раз ракетой И снова внутри кольца можете видеть, что даже потеряя кранитехнику Наши кольца окружение сигналов на поле боя Очевидно, я хочу его готовить, если вы пришли в себя после подготовки И посмотрите, что мы начинаем движение сигналов Снаружи Полица окружения Наши кольца Стороны На этот раз Мы начинаем движение снаружи В атаку В атаку Продолжение следует... 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 отсюда пройти через мясной бор и уже и очевидно немцы судя по интенсивному огню пулеметов готовы перейти в атаку первая часть беженцев покидает уходят на восток на право перестанет а 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 и - а а здесь не неподвижного танка, который стал фактически неподвижной мишенью. То есть он стал еще более уязвимым. Затишки на поле боя. Наши по-прежнему держат станцию. Но явно немцы на это успокоятся. Вы можете видеть, что в самой левой части поле боя снова замелькали немецкие мундиры. Появляется немецкий бронетранспортер. И совсем вдалеке, за цистернами на опушке леса появляется легкий немецкий танк. Пока его не видно. Отсюда и с центральной части. Но посмотрите, пожалуйста. Выдвигается с одной стороны не такая бронетехника. но также посмотрите в воздухе появляется авиация. Наши высвали авиационную поддержку. И в воздухе вот туда в пуске. не видно сейчас. Наш штурмовик Ил-2. И посмотрите, пожалуйста, он как раз разворачивается направо и готовится атаковать из пушек и пулеметов немецкие боевые порядки. Слева посмотрите немцы эсэсовцы выдвигаются при поддержке своей бронетехники. И так два разворачивается. Это самый легендарный наш боевой самолет времен Великой Осечной войны Ил-2 штурмовик который немцы называли Черная смерть. Финны называли его гектарная машина, да, то есть он как трактор перепакивал перед собой гектар. Здесь он пока в одиночестве, но в лету 40-го и 44-го года в воздухе уже были целые авиаполки то есть работали и не в одиночку а группами по 30-60 а 70 боевых машин. И посмотрите, пожалуйста, вот Ил-2 атакует с востока на запад. Проходит сейчас над полем боя. Это подлинный Ил-2 который воевал в составе 46-го штурмового и авиационного полка ВВС Северного флота был подбит в ходе выполнения боевой задачи и выполнил вынужденную посадку на лед озера. И это его, собственно, сохранило в хорошем состоянии уже в наше время в 2000-е он был подбит и, соответственно, доведен до летного состояния. Это подлинный Ил-2 который 80 лет спустя вернулся в строй. Начинается огонь на земле наши бойцы укрывшись за шпалами ведут огонь по немецкому легкому танку из противотанкового оружия Серега и посмотрите вот Ил-2 с тыла заходит на немецкие боевые порядки. Конечно, сейчас он просто проходит на сцене. Он бы вел огонь из пушек пульта на сцене реактивными неуглажаемыми снарядами и сбрасывал на немцев бомбы. Итак, вот Ил-2 сделал один заход на цель. сейчас он разворачивается для того, чтобы сделать еще один заход. Собственно, присутствие Ил-2 в воздухе производило такое деморализующее впечатление на немцев очень часто на шею. Вот он пристил на шею. Ил-2 реактивные снаряды, когда они очевидно дали недолет, но опять же можете видеть, что это заставило немцев резко остановиться и прекратить атаку. То есть даже выпустив все ракеты и сбросив все бомбы, обычно наш штурмовик еще делал несколько заходов просто для того, чтобы деморализовать противника, для того, чтобы немцы, ну, они же не знают, у него остались еще бомбы и снаряды или нет. И вот посмотрите, наш штурмовик делает еще один заход на боевые порядки наступающих эсэсовцев. Настоящий Ил-2 воевавший в 42-м году снова вернулся в строй для того, чтобы напомнить нам о событиях Великой Отечественной Войны. Непонятно, удалось ли нашему штурмовику и нашим бронебойщикам вывести из строя немецкую бронетехнику. И посмотрите, наш летчик не уходит с поля боя, он снова делает заход. Ил-2 был достаточно уникальной боевой машиной, потому что у него броня была частью фюзеляжа, то есть двигатель и кабина пилота были освещены. Стуркуют немецкие позиции и разворачивается и уходит на еще один заход. Очевидно, одна из выпадает в немецкий легкий танк Панцер-2, начинает дымить немецким танкистам несли останавливаться на поле боя под атакой советского штурмовика. Вы можете чувствовать такой тошнотворный сладкий запах тротила, но это тоже часть войны, то есть при интенсивном варне артиллерии, когда много разрывов на поле боя, это вот этот такой тошнотворный запах тротила он везде над полем боев присутствует. за дымом не очень видно, но похоже наш летчик решил еще раз еще раз зайти поддержать наши наземные войска. посмотрите легендарный самолет Великой Отечественной Немцы пытаются вести по нему огонь из пулеметов, но опять же пронирование места пилота и пронирование двигателя в общем-то делало его достаточно сложно и уязвимым для огня стрелкового оружия с земли, но 27-мм зенитные автоматы, 27-мм пушки немецкого измельчика мистер Шмидт конечно уже с парадю штурмеляка пробивали, но тем не менее осколки и огонь зенитных, то есть огонь стрелкового оружия с земли ему были в достаточно большой степени не страшны. И летчик снова идет в атаку, снова пилирует на мистер при действиях авиации такое бывает разрывы идут по всему полю то есть очевидно, что немцы все-таки идут то есть немцы ведут свою подготовку и тоже идут в атаку готовятся к атаке то есть наш штурмовик всех проусужил вот немцы понесли какие-то потери но от своих планов отбить станцию они не отказываются также как вы могли видеть наш штурмовик заходил очень низко то есть если штурмовик подбивался то как вы понимаете летчик и воздушный стрелок которые находились в этом самолете они в общем-то должны были пытаться найти какую-то площадку для вынужденной посадки прыгать с парашютом с такой высоты уже не имело смысла потому что парашют просто не успел раскрыться и экипаж все равно погибает поэтому вот этот самолет да фарфированный грозный но если он попадал под огонь малокалиберных зелитной артиллерии или под огонь тяжелых зелитных активов это единственная возможность уэкипажа спасти свою жизнь заключалась в том чтобы сесть на вынужденную посадку то есть любую площадку и соприться на нее в это время вы можете видеть что не бывает в сторону колонны беженцев они к сожалению попадают в самую гущу боя то есть немцы идут в атаку в этом через открытый коридор наши бойцы пытаются ими соприться открывая сильный огонь из него и то оружие которое нужно здесь атакуют не только что три кольца но собственно тоже синие что в лесу за станцией тоже начинается стрелепан видны вспышки выстрелов перед тем кто атакует из другого направления немецкий транспортер подбирает советская позиция очевидно у противопольщиков закончились патроны и подбить и подбить бренд-транспортер не удается пока но немецкий бренд-транспортер неудачно подставляется он подъем и близко то есть его по идее сейчас наши бойцы могут забросать гранатами и похоже наши танкисты в танке ПТ-7 тоже еще не покидали свою боемашину то есть они могут в общем-то сейчас ПТ-7 выйти из строя посмотрим получится это у них или нет беженцы справки боя прорываются в тросики надо пока что держать станцию но положение очень очень положение похожее справили повреждение своего танка и гранат похожего у наших бойцов тоже нет БТ-7 приближает а мы наше прибыльно подстреливает с пулеметом из горта просто один из нас с бойцов пытается гранатой подвесить все не терпит неудач погибает увидев немецкий музей на станции легкий танк 1-2 наше начинает оттягиваться обратно в станции и часть беженцев все-таки успела вырваться часть последнего находится на фоне боя большая часть нас гранатов наше здоровье путя погибло разъявить что немцы подвигаются вперед станции неудач но может быть у кого-то бойцов около станции еще остались трехновые, потому что немецкий БТР все еще действует и наоборот его вывести из строя тем более что он очень близко подъехал к зданию станции из окна его вполне можно забросать гранатами. Посмотрим, насколько это получится у наших бойцов. Немцам удается подбить наш тяжелый броневик, который стоит в создании станции. Очевидно, зарядом. Около немецкой ленитки уже идет практически руководство. Тут уже без глины, что-то здесь. Часть наших бойцов оттянулась за БТС-1. Это было достаточно тяжело для наших. Остарщицы беже затихаются. Мин месяцу просто подождем. Раскисты свой БТ еще не покинули, но немецкая противотехника пока не выведена из строя. Можно видеть, что после того, как был сбит, наш броневик пошел за зданием станции, куда тоже начинается атака текстов. И фактически, может, бойцов уже на среде не остается. Остарщицы не полиции, но фактически, можно видеть, что фактически все бойцы сразу погибают. И станция замкнута немцами в плен. Горловина прорыва закрыта. Часть беженцев, благодаря жертве наших бойцов, сумела прорваться. Часть беженцев захвачена немцами в плен. Часть беженцев погибла. По-прежнему станция накрывает. А где-то ежедневно немцы сумели все-таки с десятой попытки разлить нас в БТ. Последние наши бойцы, которые держались в здании станции, погибают. Перестрелка затихает. Часть наших бойцов все-таки выжила. Но они оказались затесены снова внутрь котла. То есть вы можете видеть их в лесу. Часть бойцов все-таки сумела уйти с поля боя. Лилов один из оставшихся генералов. Уже идет зачистка. Немцы убивают раненых. Убивают беженцев и клиентов. Генерал Афанасьев вывесит свою группу из боя. То есть часть бойцов все-таки уцелела. Но немцы снова взяли верх. Снова немцами захвачена. Можете видеть, что вот эта попытка прорвать кольцо окружения была не бесплодной. Часть и беженцев. Часть и гражданских наших людей, которые здесь просто жили. Им удалось спастись. Но после тяжелого боя и после больших жертв немцам удалось все-таки снова закрыть горловину прорыва. И вторая ударная теперь уже разрозненными группами должна уже уходить из котла, пробиваться, возможно, не через мясной бор, не через эту станцию. Просто потому, что здесь, можете видеть, немцев очень много. В других местах кольцо окружения не такое плотное. Здесь немцы снова контролируют станцию и пробиваться через это место уже, наверное, не имеет смысла. Немцы покидают поле боя. Очевидно, они выдвигаются на другие позиции, на опушке леса. Бой затихает, горит техника, догорают дома, лежат погибшие наши и немцы в перемешку. Немцы, очевидно, вернутся туда позже для того, чтобы охранить своих убитых. И бой затихает. Немцы, очевидно, отходят на другие позиции. И вы можете видеть, что на поле боя, среди этого разрушения, среди сгоревших танков, среди тел погибших, появляется одинокая женщина с ребенком. Эта женщина одна из местных жительниц, которая пытается покинуть котел. Вы можете видеть, что она не просто идет, она оглядывает погибших. Она, наверное, ищет кого-то из знакомых. Может быть, она ищет своего мужа, или отца, или брата. И среди погибших она находит бездыханное тело своего погибшего мужа. В память о всех павших за свободу и независимость нашей Родины. В память о мирных жителях Новгородской земли, России и Советского Союза, которые пали жертвой преступной нацистской оккупации, в память о всех наших предках, кто был на Великой Отечественной войне, объявляется минуту молчания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уважаемые зрители! Вы могли видеть один из самых трагических эпизодов Великой Отечественной войны в наших местах, на северо-западе России. Давайте будем помнить те жертвы и страдания, которые люди прошли на этой земле. Военно-историческая реконструкция на этом завершается. Поле по-прежнему огорожено. Просьба сейчас на поле не выходить. По полю должны пройти взрывы техники и удостовериться, что на нем нет опасных... Аunt不是 Fernão. Продолжение следует... Обязательно много лет. А улажаемые зрители вşallah. Продолжение следует...